Всем привет! Сегодня, как и обещала, по многочисленным запросам я делаю видео о нашей кошке Пуме. У меня есть чем с вами поделиться, у меня даже составлен список вопросов, которые вы задавали. И сейчас в одном видео я попытаюсь все разложить по полочкам, рассказать вам, что и как. Начнем с того, что порода нашей кошки шотландская прямоухая. Дело в том, что шотландские кошки и коты существуют двух видов, прямоухие и веслоухие. У нашей кошки прямые ушки, обычные, стоячие. Мы часто задавали вопросы, где мы ее взяли, купили, либо нам подарили. Нашу кошку мы купили, купили у наших знакомых. Они разводят котята этой породы, и вот мы выбрали нашу пусянечку. Мы узнали, что хотим девочку. Дело в том, что на момент, когда мы завели себе кошку, мы жили с Ваниными родителями, и у нас в доме уже была одна кошка взрослая, поэтому кот у нас просто отпадал. И как бы стоял выбор только кобрать девочку. Наш взгляд упал на нашу красавицу. Она была самой крупненькой, самой шустрой, и шерстка у нее была самая светленькая. В общем, мы влюбились в эту кошечку, и ждали мы ее три месяца. Мы разговаривали с нашими знакомыми, у кого покупали кошку, и они нам сказали, что лучше всего дождаться трех месяцев. Потому что за все эти три месяца, пока котенок находится с мамой, мама его учит правильно мыться, учит его кушать, учит ходить в туалет, воспитывает характер. То есть это очень важный момент. Не забирайте котенка слишком рано, иначе у вас будут проблемы. У нас с нашей кошкой вообще проблем не было. Через три месяца, ровно через три месяца мы ее забрали. Конечно, она привыкала долго к новому месту, но она у нас была такая общительная, такая вот заводная, что буквально за неделю она уже чувствовала себя как дома. Очень часто задаваем мы ее вопрос, это куда ваша кошка ходит в туалет, и как вы ее приучили. Дело в том, что когда мы ее забрали, мы сразу же поставили маленький лоточек, насыпали туда... Сначала мы использовали песок, а потом мы перешли на кристаллы. И знаете, мы один раз, мы как бы поставили лоток, посадили туда котенка, она понюхала и ушла. Но потом со временем она начала возвращаться и ходить туда в туалет. То есть особо мы ее никак не приучали, и я считаю, что это сыграло огромную роль. То, что она три месяца была со своей мамой, и там, где они жили, она уже умела ходить в лоток, и не было никаких с этим проблем. Единственное, что да, она у нас любила ходить в туалет в неположенном месте, метила территорию, так как в доме жило две кошки, и они соревновались. Одна доминировала, а вторая хотела показать, что она тоже достойна здесь находиться. И были моменты, конечно, когда она ходила не туда, куда нужно. Но сейчас мы уже живем отдельно, и Пума у нас единственная кошка в доме, и она никуда не ходит в туалет, где попала, только в своем горшке, и с этой проблемой мы больше не сталкивались. Следующий вопрос это ногти. Я безумно рада, что когда наша кошка росла со своей мамой, у них была когтеточка, и она с самого детства знала, что это такое. Мы сразу же купили ей тоже домик, чтобы она могла точить ногтики, и она, когда мы ее забрали, привезли домой, у нас уже все было готово, она сразу же побежала в этот домик, бегала, прыгала, то есть она с самого начала знала, что это такое. Кстати, что немаловажно, что наша кошка практически никогда не драла мебель. Наша кошка очень любила матрас, она любила прям вонзать свои когти прям в матрас, и вот так вот пытаться шкрябать, но мы ее, естественно, ругали, относили в место, где можно точить ногти, и как бы сейчас мы живя отдельно, наш диван полностью идеально целый, ни одной зацепки нет, потому что она, ну, как вообще безразлично относится к дивану, и, в принципе, он ей, ну, как ее не привлекает, она об него ногти не точит. Следующий вопрос, это подстрижка ногтей. Мы подстригали ей ногти с самого детства. Вот как мы ее забрали, мы сразу начали подстригать ей ноготки, потому что они были тоненькие, острые, и вот она просто, когда игралась, она могла довольно сильно поцарапать, ну, в принципе, как и все кадята, поэтому мы ногти подстригали, мы приучали ее с самого начала, чтобы она привыкала к этой процедуре, и сейчас она безболезненно к этому относится. Я ее беру на руки, кладу на ноги, с животиком кверху, Ваня ее отвлекает, играется, и я тем временем беру ее ногтики и аккуратненько срезаю. Срезать нужно правильно ногти, потому что если вы слишком много срежете, ей будет безумно больно, поэтому я срезаю буквально вот кончики, чтобы они не были острыми. Следующее, что мы пытались приучить ее с детства, так это к воде. Но пришли к выводу, что кошка рождается с чувством любви к воде, у нее либо есть это чувство, либо этого чувства нет. Наша пума вообще воду категорически не любит, мы с самого детства пытались ее купать, приучать, но она боится жутко воды. А вот, допустим, пумин сын, Васек, многие его знают, а вот он просто обожает воду. Можно с ним идти в душ, купаться, он будет стоять рядом с тобой, он ложится в раковину, включаешь воду, и он кайфует. Видите, мне кажется, этому не приучишь кошку к воде, потому что, по крайней мере, наша кошка не смогла привыкнуть, и она безумно боится воды. Самая важная часть – это еда. Вы писали в комментариях, что почему вы не кормите кошку обычной человеческой едой, почему вы ей не даете то, сё, или наоборот, то, что ей нельзя давать сухой корм. По поводу еды мы консультировались с ветеринаром, и я очень много читала информацию в интернете. Дело в том, что если вы заводите породистую кошку, не пытайтесь накормить ее человеческой обычной едой – супами, борщами, кашами и так далее. Если вы заводите себе питомца породистого, вы должны понимать, что это необычная дворняжка, что у нее слабый иммунитет, у нее слабый желудок, что ей нельзя давать, что попало, и она не сможет есть, и она не будет есть то, что вы ей хотите дать. Поэтому сначала стоит вопрос, готовить самостоятельную еду, либо же покупать покупную. Когда я почитала про то, чтобы самостоятельно ее готовить, там вылезло очень много нюансов. Дело в том, что в этом деле нужно быть профессионалом, чтобы сбалансировать все витамины и питательные вещества, которые нужны для роста котенка, для роста кошки, для развития. И это довольно сложно, если вы никогда этого не делали и никогда с этим не сталкивались. Многие ветеринары рекомендуют все-таки покупать уже сбалансированное питание, это сухие корма, либо же это какие-то паштетики, и то паштеты никогда не заменяют сухой корм. Если вы будете покупать корм плохого качества, какой-нибудь вискос или еще что-нибудь подобное, конечно, он будет плохо влиять на вашу кошку, на вашего питомца. Но опять же таки, это все довольно индивидуально. У нас с Пумой были проблемы по поводу питания, потому что она сначала у нас кушала один корм, ей сначала он подошел, все было отлично, потом она просто перестала его есть, ну, в общем, ни в какую не хотела его кушать, и мы его поменяли на другой. И, в принципе, сейчас она у нас поправилась, и сейчас все с ней замечательно. Кормим мы не только сухим кормом, но также ее прикармливаем. Я не даю паштеты, раньше давала, сейчас я паштеты Пуме не даю, потому что в этих паштетах очень маленький процент мяса, а это значит, что корм не кудышный. Всегда обращайте внимание, когда вы покупаете своему питомцу корм, всегда смотрите в описании, в описании, сколько процентов мяса. Для породы шотландской нужен минимум 35% мяса. Если больше, вообще замечательно. Но, опять же, здесь встает цена корма. Чем выше процент мяса, тем, естественно, корм дороже. И всегда выбирайте корм, который предназначен для той или иной породы, потому что корма разделяются на породы. Мы сейчас кормим Пуму именно, которая подходит британцам и шотландцам. Но не путайте две эти породы, потому что они разные. Выглядят они довольно похожи на друг друга, но у них кости, суставы и организм довольно разные. И, в общем, совмещать их вообще нельзя по закону. По закону их даже сводить нельзя вместе. Нашу кошку мы кормим кормом Роял Канин. Это не премиум класс, а такой среднячок. Есть, конечно, корма и подороже, и там процент мяса побольше, но они стоят намного больше. Но Роял Канин считается довольно хорошим брендом еды для породистых животных. Так что мы сколько вот Пуму, Пума сколько у нас есть. Вы спрашивали возраст нашей кошки. Пуме 2 года и 5 месяцев, то есть уже третий год скоро будет. Так, я что-то говорила-говорила и ушла от темы. Насчет того, чем я подкармливаю. Я обязательно Пуме даю по возможности мясо. Мясо даю не все. Какое мясо можно кушать вообще всем домашним питомцам? Так это курица, кролик. Кролик, кстати, это вообще золотое мясо для кошек. Индюшатину и говядину. Свинину никогда не давайте свинину своим питомцам, потому что она очень сложно переваривается и порой вообще не переваривается, и желудок встает, и получаются огромные проблемы со здоровьем вашего питомца. Поэтому свинину просто вычеркиваем. Птица, кролик и говядина – это просто идеальное мясо для кошки. Тем более, запомните, что если мясо плохое, кошка его есть не будет. Прима мяса еще я иногда даю ей сметану. Кислотеринары не рекомендуют давать коровье молоко кошкам, потому что оно у них тоже не усваивается, и возникают проблемы с пищеварением и желудком. Поэтому молоком тоже не злоупотребляйте. Единственное, что можно давать, так это кисломолочные продукты, такие как сметана. Ума у нас сметану любит, и я довольно часто ее подкармливаю сметанкой, и она остается довольной, и со стулом у нее все в порядке. Ну и напоследок я расскажу вам о характере этой породы. Когда мы ждали 3 месяца нашего котенка, мы перерыли весь интернет, и все утверждают, что эти животные очень ручные, что они очень ласковые. Какая-то доля правды, конечно же, в этом есть. Они очень добрые, очень ласковые, никогда тебя не царапают специально, никогда не кусают. Они, если они хотят ласки, они сами придут и попросят ее. Они любят находиться среди людей, они любят находиться сами. Но насчет того, что они ручные, я бы здесь могла поспорить, потому что мы имеем опыт уже и с Пумой, и с Пуминым сыном Васильком. Вот Василечек, он совершенно не ручной, как и Пума. Просто взять на руки, чтобы она вот лежала и кайфовала у вас на руках, такого не будет и никогда не получится, потому что, ну, не любят они сидеть на руках. Единственное, что они любят, это когда их гладишь, и то, тогда, когда они этого захотят. Они приходят, и Василек приходит, и Пума приходит, и прям просит ласки. Вот тогда, конечно, можно и обнять ее сильно, и погладить, и почесать, и как бы проявить какую-то любовь, и ласку, и внимание. Вообще, характер замечательный у кошки. Наша Пума очень активная, с самого детства активная. Она всегда летает, всегда бегает, прыгает. Очень активная кошка. Но если сравнивать с Васильком, с сыном, то Вася, конечно, очень такой вот спокойный. Он любит поспать, он еле ходит. Весь такой вот никакой. Так что все очень индивидуально. Когда Пума была совсем маленькой, она даже не любила, чтобы ее гладили. Она любила быть сама по себе. Где-то бегала, прыгала, только чтобы ее не трогали. Но с возрастом, когда она уже подрастала, и чем старше она сейчас становится, тем больше она любит находиться вместе с нами, и тем больше просит и требует, даже, можно сказать, не просит, а требует ласки, чтобы на нее обращали внимание. То есть, я думаю, когда она уже совсем станет старенькой, тогда, возможно, она будет лежать на руках. Но это я так просто очень сильно хочу. Надеюсь, что так и будет. Следующее. Шерсть. Я совсем забыла. Я делала в том, что себе написала список по пунктам, что вам рассказать, чтобы ничего не забыть. И только сейчас вспомнила, что нужно рассказать про шерсть. Потому что у этой породы существует два вида шерсти. Длинная шерсть и короткая шерсть. Наша Пума короткошерстная. То есть, у нее коротенькая шерсть. Шерсть, конечно, линяет, особенно весной. Ну, весной, наверное, все животные, все кошки линяют, все коты линяют. Вот, мы ее вычесываем. Я редко этим занимаюсь, но бывает, конечно, что вычесываю ее. Тогда ей становится намного легче. И в основном я это делаю только летом, чтобы избавить ее от лишней шерсти, чтобы кожа у нее дышала, чтобы ей было не так жарко. Вот. Ну, а так, проблем. Дело в том, что она у нас голубого цвета. Думай, девочка. Она у нас голубого цвета. И вот эти вот серые ворсинки видно, ну, практически не видно. Только если присматриваться. Вот, выбирайте также правильный окрас этой породы. Кстати, окрасок бывает у них огромное количество. У нас Пума голубая. Василек у нас классик Теби, то есть классический мрамор, но немножко с песочком. Нам очень нравится окрас шиншилла. Она такая белая и кончики волос такого серебристого цвета. Очень красивый окрас кошки, но очень нередкий. Здесь, в Испании, по-моему, только один человек есть, у которого, который разводит этих котят такого цвета. Но сумма за котенком меняется просто моментально от окраса. И о том, что здесь, в Испании, эта порода вообще не распространена. Испанцы вообще не в курсе, что такое существует. Они знают, что такая порода существует. Они знают только британцев. А шотландцы для них это пока что что-то загадочное. Но дело в том, что в Испании живет очень много славяний. И многие заводят именно таких кошек. И сейчас уже более распространена эта порода среди Испании. Ну, кажется, я рассказала абсолютно все. Мне кажется, ничего не пропустила. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. И если этих вопросов будет много, и они будут интересны и реально очень важны, то можно будет сделать еще одно видео, и я отвечу на все эти вопросы. Надеюсь, что те, кто ждал это видео, я вам рассказала достаточно подробно всю информацию. Возможно, вам помогла. Огромное спасибо за внимание. Ну, а мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok